а вот что есть свой взгляд на историю египта да да ну вот как раз и связано я первый раз когда побывал в египте был обычным туристом который верил всему что говорят гида а потом получилось так что в 2003 году я помог попасть в египет одному журналисту даже фамилию слышали савелий кашницкий он работал в московском комсомольце ввел рубрику всяких таких необычных явлений в том числе и по египту и он уже будучи искушенного некоторых необычных моментах связанных с пирамидами мне просто как щенка подводил к этим моментом показывал посмотри сюда ты же инженер ты можешь прикинуть как это могли сделать скребками и так далее начала работать голова потому что это был не один факт и были десятки тех моментов которые для человека которые знаком с технологическими приемами современными и представить что этих приемов достигли во времена фараонов но я никак не мог и соответственно стали мысли как же это увязать с одной стороны примитивная достаточно простая вышедшие недавно из каменного века цивилизация египтян а с другой стороны вот эти техногенные примеры отдельных элементов ну и максимум что удалось разумного выстроить перенести пирамиды по факту создания с времен фараонов в более ранние темные века где историки ничего кроме каменного веки сказать не мог вопрос кто был автор и это можно оставить временную раскопку это могли быть инопланетяне хотя я в них не верю прилетели построили улетели или могла быть предшествующая забытая наша земная цивилизация я вот к этому склоняюсь забыть легко за 12 тысяч лет уничтожается почти все а то что остается остается каменным потому что дал за 12 тысяч лет в ноль даже если вот трактор бросить даже если бы без дождей опять дожди шли 12 лет назад и перед нее поэтому могло так случиться что историков просто вот оказалось не совсем верное представление о далеких веках и тогда возникает вопрос что надо этим заниматься сами вот мы и с тех пор занимаемся